Михаил, где Вы набирали Вашу экспертизу в области освещения и как вышло так, что Вы начали сотрудничать с ритейлом? Компания НЛТ существует с 2005 года и для того, чтобы консультировать ритейл и писать книжки в этой сфере, мне пришлось проделать довольно сложный путь. Где-то 10 лет назад я обратил внимание на сферу ритейла, потому что обычное освещение для складов, офисов наполнилось достаточно быстро конкурентами и главным KPI была низкая цена. Как оказалось, ритейл брошенный, никто им не занимается, с освещением там все очень плохо, только европейские крупные компании более-менее что-то в этом понимают и привозят оборудование с собой и устанавливают в магазинах. В 2014-2015 годах я консультировал несколько проектов телевизионных, посвященных дизайну и ремонту, и работая в команде с лучшими дизайнерами страны, я придумывал, как реализовать их задумки и идеи именно в интерьерном освещении. Достаточно много проектов, они до сих пор находятся на сайте моей компании, их можно за 2014-2015 год посмотреть, почитать. Много идей, которые реализованы были в то время, они сейчас используются многими дизайнерами и являются до сих пор современными и трендовыми, как оказалось. Когда я обратил внимание на то, что в ритейле все плохо, я начал изучать вопрос, кто же из российских специалистов работает в сфере ритейл-дизайна и мерчендайзинга. И примерно 6 лет назад я познакомился со всеми практически специалистами, кто на этом рынке сейчас активно работает и предоставляет консалтинговые услуги для ритейла. И спросил у них, что вы рассказываете про освещение. И когда мне показали планограмму, где светильники условными значками показаны, и что никакой дополнительной информации они туда не вкладывают, просто рисуют downlight или track. И ритейлер в основном самостоятельно принимает решение, что же купить. Ну, естественно, он идет на рынок своим каким-то местным подрядчикам, кто продает электрические материалы, а эти ребята, как правило, тоже в освещении не сильно разбираются. И для них критерием является там низкая цена и все. И в результате многие проекты в сфере ритейла были испорчены, потому что вот вишенка на торте, как я люблю повторять, в любом ритейл-проекте является именно свет. Потому что вы можете сделать классную мебель, сделать удобную, понятную планировку, интересный дизайн придумать. Но если в конце всего проекта вы сэкономите на освещение, то все ваши задумки, направленные на эффективность, на уникальность, они могут быть испорчены. Ну, и так поняла, что сейчас вы уже наработали себе на этом рынке имя, вы уже сотрудничаете со многими ритейлерами, достаточно известны на рынке, особенно и фуд-ритейла. С кем вы, вот такими, скажем, кого вы можете назвать у своих клиентов работаете и в чем уникальность вашего продукта, когда вы поняли, что все на рынке не так, как вам хотелось бы, вы начали делать по-другому. Что делаете вы? Ну, конечно, для того, чтобы начать работать с известными брендами, мы начали помогать компаниям, которые находятся в регионах. То есть все боялись и все до сих пор боятся экспансии федералов, и там лет пять назад фуд-ритейл начал задуматься о том, что как противостоять федералам, что надо что-то делать, нужно менять что-то в своих магазинах, менять планограммы, менять торговое оборудование, заниматься каким-то зонированием, мерчендайзингом, ну и в том числе освещением. И вот первый проект мы начали в регионах. Сначала фуд-ритейли, в фэшне у нас появились проекты, вот, мы под этот запрос от регионального ритейла много чего придумали интересного, ну и сейчас, не скрою, у нас есть пилотные проекты даже там стоп-два-три во всех сегментах, и фэшн, и фуд, и DIY. То есть мы со всеми ведем пилотные проекты, и где-то есть уже постоянная работа, например, со вкусвиллом мы работаем, с несколькими игроками премиального фуд-ритейла, это с франшизой Spar, ну и где-то с десяток компаний у нас региональных игроков, кто использует наше решение в освещении своих супермаркетов, ну и в том числе и в других странах. В чем уникальность вашего продукта все-таки? Вникальность продукта состоит в том, что мы не приходим к ритейлеру и задаем вопрос, а что вам нужно, а мы, зная и понимая, как устроен магазин внутри, как разрабатывается, проектируется торговое оборудование, как сделать так, чтобы товар на полках магазинов выглядел вкусно, аппетитно, интересно и удобно для покупателей. То есть мы как раз приходим к ритейлеру с готовыми решениями и наша экспертиза не основывается просто на том, что вот такой светильник на мясо, здесь на колбасу. Мы детально прорабатываем это с учетом мерчендайзинга, ритейл-дизайна, торгового оборудования и вообще в целом восприятия покупателям атмосферы в магазине. То есть мы выработали свои собственные стандарты в проектировании и поэтому там любой наш магазин с очень большой вероятностью будет светлым, комфортным и приятным. То есть вот в этом наше преимущество. Вы раньше в своих интервью упоминали про KPI при выборе освещения. Вот если коротко, то в чем смысл этих KPI? KPI это вообще показатели, на которые ориентируется весь современный бизнес. И ключевые показатели, они должны отвечать на вопрос, как выбрать оборудование эффективным. И к сожалению большинство ритейлеров сводят весь свой выбор светильников для магазинов к одному достаточно, ну к двум показателям. Это эффективность, это люмен на ватт, то есть сколько света дает светильник на потребляемую мощность. И цена. То есть все ориентируются на низкую цену. И часто проводя тендеры на закупку светильников, они с производителей или с компаний, которые поставляют светильники, они получают реально хорошее соотношение цены и качества. Дальше спецификацию или концепцию с освещением, она попадает к электрикам, к монтажникам. И вот здесь начинается история в том, что покупая светильник с минимальной маржинальностью, или даже в ноль, или даже в минус иногда, монтажные компании устраивают такой внутренний саботаж того, что ритейлер наоптимизировал с ценой, сами монтажники проектируют свет неправильно. То есть ошибки приводят к тому, что используются на больших высотах светильники без оптики. И там в результате электроэнергия, которая требуется, чтобы выполнить нормы освещенности, может быть там, например, на 30-40% больше потребляться. Или, например, линейный свет соседствует с акцентным светом в специальных зонах, например, в зонах освещения хлеба или алкоголя. То есть могу сказать, даже не скрывая, что все первые три компании в фуд-ритейле страдают этим. В любой магазин вы можете прийти, особенно старых и новых форматов, неважно, и вы увидите эти ошибки, когда линейные светильники дублируются акцентными. И вся идея об экономии вырастает в том, что ритейлер по факту переплачивает. То есть в два раза больше платит за то, что при проектировании мы бы, например, не поставили светильники в такую конфигурацию, и не было бы дополнительного увеличения бюджета, не было бы увеличения потребления электроэнергии. Особенно магазины, которые больших форматов идут, гипермаркеты или большие супермаркеты, там электропотребление очень такая важная особенность, особенно, например, в других странах, где электроэнергия сейчас уже очень дорого стоит. В том же Казахстане мы работаем с лидером местного ритейла, это Magnum компания. Например, в Грузии мы работаем с одним из лидеров, это компания Goodwill. Они говорят, что электричество с первого числа поднялось на 30% и желание сделать и оптимальные проекты, и экономить на электричестве у них повысилось. Ну, вы уже упомянули про ошибки в фуд-ритейле, но я знаю, что у вас есть интересные кейсы разработки для фэшн, для DIY ритейла. Вот расскажите, что вы там делали? Да, то есть двигаясь от продукта, понимая я то, что нужно не ритейлеру, а нужно покупателю, мы заметили, что в фэшн-ритейле ключевым показателем, который влияет на конверсию в покупку, является зона, которая называется примерочной. Женщины меня всегда на конференциях поддерживают в этом плане, потому что подавляющее большинство магазинов одежды, любых сегментов и премиального, и масс-маркета, они не... плохой свет в примерочных, и невозможно понять, как ты вообще выглядишь, что на тебе одето, то есть светильники очень ограничены, невозможно весь лук оценить, потому что образ женский, он это не только там блузка, да, это, как правило, верх-низ, обувь, шляпка, аксессуары, и нужно, чтобы ваш образ был освещен полностью. А что же мы сейчас видим в примерочных? Это в лучшем случае какой-то свет сверху идет, или какие-то бра, которые стоят, зеркал слева и справа. Ты там синий зомби. Да, и ты синий, непонятно какого цвета, лампы там самые дешевые стоят. Почему-то ритейлеры считают, что использование экономии на свете в примерочной, это хорошо. Ну, возможно, для люкса примерочная может использоваться как место просто для переодевания, и там можно оставить какой-то свет плохой. Идея премиального именно и люксового ритейла в том, что человек выходит и общается с консультантом в специальную зону, где там уже, конечно, свет может быть немножко другой. Но для масс-маркета и среднего ценового диапазона покупатель принимает решение в примерочной. И нету там времени общаться с консультантом, и нужно быстро прийти, сделать фотографию, селфи или еще что-то, и ты должен сразу понять, нравится тебе эта одежда или нет. Вот мы придумали светильники, которые устанавливаются под углом 45 градусов на высоту всего образа, 2 метра, и свет идет с двух сторон под углом 45 градусов, и не образуется никаких теней ни на лице, ни на фигуре. Плюс есть еще элементы управления яркостью, и даже вот сейчас мы новое решение сделали, есть возможность переключать световую температуру. То есть можно увидеть свой образ в нейтральном спектре и в теплом. То есть это уже клиент сам может делать? Да, клиент может сам управлять, и управляя яркостью, соответственно, делать комфортно ему с этой яркостью или с этой цветовой температурой или нет. Ну и безусловно, верхний свет в этом случае мы ни в коем случае не должны никакой использовать, потому что именно он дает тень на глазах, создает вот этот режим, не знаю, этот внешний вид панды. Женщинам это не нравится, вот эти синяки под глазами, синяки на фигуре. Естественно, с помощью света мы это все убираем, и покупательницы могут сделать фотографии, селфи, даже если они сейчас не купили, то они могут легко, подавшись рекомендациям друзей, знакомых, подруг в соцсетях, они могут потом найти деньги, найти время, прийти и купить этот лук, потому что он классно выглядит. А что касается сферы DIY? Там что у вас? В DIY тоже есть интересные решения. К сожалению, 99% ритейлеров ограничиваются просто общим освещением. А так как структура хранения и выкладки товара бывает разная, у ритейлеров, особенно когда товар хранится внутри зала, есть определенные ниши, где происходит выкладка товара. Вот именно в таких нишах нужно ставить дополнительный свет, который, во-первых, не должен бликовать, если, например, это плитка или ламинат. И он должен обладать высокими индексами цветопередач, если это, например, касается отделочных материалов. И, безусловно, очень важно уметь управлять еще и цветовой температурой. У нас тоже сейчас есть светильник, который может работать как в теплом, с теплой цветовой температурой 3000 кельвинов, так и 4. Это очень удобно, когда дизайнер интерьера или представитель заказчика, выбирая, особенно в дорогих сегментах, отделочный материал, и он может сразу увидеть, как материал будет выглядеть при том или ином освещении. Потому что до сих пор во многих интерьерах используется и нейтральный, и теплый свет. Поэтому это дополнительные, скажем так, дополнительные возможности для выбора сложных и дорогих категорий в отделочных материалах. И все наши кейсы говорят о том, что, поменяв свет на такой продвинутый, профессиональный, сразу начинает расти резко и средний чек, и обороты в нужных отделах. Там, где свет поменялся. А какие-то цифры можете привести, например? Ну, вот буквально недавно мы сделали тестовую зону в магазине Петрович, в отделе обоев, в шестой энтузиастов в магазине, и средний чек вырос на 17% в обоях. То есть это говорит о том, что покупатель начал покупать больше, или он начал покупать более дорогие. Ну, и здесь же ритейлеры всегда должны понимать, что именно в дорогих сегментах отделочных материалов у них, как правило, всегда максимальная маржинальность, ну, хорошая маржинальность. А в товарных категориях, где у них низкая цена, там цена последней мили, лишь бы покупатель не ушел, там маржинальность самая минимальная, там 5-10%, может быть, 15%. Соответственно, на дорогих товарах они зарабатывают больше, и важно показать вот эту разницу. И показать товар лицом. Показать товар лицом. Мы даже пока проводили эксперименты с плиткой, освещая ее холодными светильниками и теплыми, из 100 человек, порядка 60% покупателей сказали, что они видят разницу, почему плитка вот эта дорогая, а эта дешевая, только за счет света. Естественно, у меня даже есть материалы, кому интересно, кстати, могу поделиться, как плитка из одной и той же категории, из той же серии, освещенная холодным светом и теплым, как она выглядит по-разному, и покупатели клюют в случае плохого освещения именно на низкую стоимость, потому что они видят разницу. Покупают самую дешевую плитку, условно, за 500 рублей, и они довольны. Но плитка, которая находится здесь буквально в полуметре, она дорогая, она может стоить дороже, и она выглядит совсем по-другому. И тут ритейлер может как раз зарабатывать. Ну вот мы плавно так перешли к повышению эффективности бизнеса за счет освещения, вы уже назвали это вишенкой на торте. А вот как это происходит все-таки? Есть ли какие-то еще кейсы, помимо повышения продаж, что еще может освещение изменить в работе компании? Вообще освещение – это такой очень интересный фактор, который окружает нас фактически везде. И дома, и на работе. И наши эксперименты, например, с освещением офисным привели к тому, что такой фактор, который довольно сложно измерить без специального прибора-спектрометра, как индекс светопередачи, который показывает, насколько искусственное освещение совпадает с эталонным, то есть солнечным светом. Солнечный – это 100%. Вот большинство поставщиков светильников офисных ориентируется на показатель 80%. А если сделать 90-92%, то вот под таким освещением, оно уже близко к солнечному, оказывается, что человеческий мозг меньше уставляется. То есть работоспособность и продуктивность сотрудников в течение дня под таким светом она сохраняется на более высоком уровне. Я не знаю, какие психофизические параметры существуют, но, возможно, на открытом воздухе мы привыкли к определенным длинным волн, и наш мозг обрабатывает вот эту визуальную картинку с легкостью, и мы долго можем читать книгу на открытом воздухе, гулять, работать, не утомляться. А при искусственном освещении картинка немножко изменяется, цвет и длинный волн, которые попадают нам в глаза и обрабатываются мозгом, они искажаются, искажаются и требуется как-то больше, возможно, энергии, больше сил, мозгу для того, чтобы преобразовать вот эту видеоинформацию и обработать ее. И за счет этого мы утомляемся. Поэтому такие эксперименты привели к тому, что вот индекс этой передачи для офисного освещения должен быть максимально и больше 90%. Ну или, например, вот один тоже из кейсов по освещению на складе. Один из ритейлеров экономил на освещении и склад был реально темный там. И он все время смотрел на показатели, что его сотрудники не успевают обрабатывать интернет-заказы. И он набирал просто больше грузчиков. С тех, как там было 20, 30, 40, 50. И он все время смотрел на то, что вот они там такие плохие, плохо работают сотрудники, не успевают, надо больше набирать. А когда я приехал туда на склад, оказалось, что там просто темно и люди больше тратят времени, чтобы найти там посылку, погрузить ее на этот. На погрузчик ошибаются периодически. Ну и так далее. Ну и просто в темном помещении сотрудник долго не может находиться. Он будет искать искусственную возможность куда-то уйти. Сходить в курилку, попить кофе. Ну и так далее. Это, соответственно, рабочее время. Плюс еще много всяких факторов, которые влияют на то, что находясь в курилке, можно обсудить начальство, недовольство какое-то. Понятно. В зимнее время можно заболеть банально. И что изменилось, когда вы поменяли там? Мы поменяли освещение. Оказалось, что из 50 человек можно 20 человек спокойно уволить. И фактически за полтора месяца затраты за счет фото, фото оплаты труда, просто окупились светильники за полтора месяца. То есть, вот казалось бы, а все думают, что нужно экономить на освещении, считать люмины на ваты и пытаться найти экономию на электричестве. Оказывается, что можно более эффективно сделать, чтобы сотрудники на складе работали. В завершении нашей беседы, я так поняла, что вы и выезжаете на место, в том числе, и удаленно можете оказать ваши услуги. Что нужно сделать, чтобы стать вашим клиентом, чтобы получить вашу экспертизу, чтобы получить профессиональное освещение в своем магазине, продуктовом, непродуктовом и так далее? Мы современная компания. Базируемся мы в Москве. Склад наш основной находится в Москве. Но офис проектирования, офисы вообще управления проектами находятся не то, что в разных городах, в разных странах даже. У нас есть сотрудники, которые управляют проектами из Грузии. Например, ключевой наш менеджер по проектам из Грузии управляет всеми отгрузками для вкусвилла. Сейчас у нас появились сотрудники уже в Казахстане. Это тоже один из ключевых наших регионов. Технологии, которые мы используем в работе с нашими клиентами, подразумевают полностью удаленное взаимодействие с заказчиком. И полноценное проектирование, контроль и так далее. Единственное, что я часто летаю, люблю летать за клиентом сам и в разные города, и в разные страны. И был у многих клиентов до не по одному разу. И в моих соцсетях как раз можно увидеть уже реализованные проекты, фото и видеоматериалы, как выглядят магазины после того, как там появился наш свет. Поэтому нет никаких ограничений, где находится заказчик. Нет никаких ограничений, новый это магазин или старый. Нам необходимо знать всего несколько показателей высоту и тип потолка и планограмму, как будет расположено торговое оборудование. Все остальное мы делаем в рамках проекта. И для заказчика наше проектирование является бесплатным, потому что мы подставляем освещение и отвечаем за то, как оно будет работать в проекте. Но остается только пожелать вам больше интересных клиентов, интересных задач и нахождения, на выходе этих решений. Могу рекомендовать, кстати, для ритейлеров почитать книжки, которые я написал. Три книги уже вышло. Они являются вообще единственными в мире печатными изданиями, посвященными специфике освещения в трех сегментах ритейла. Это food, fashion и DIY. DIY in household. Вот сейчас новая книжка вышла. Она как раз включает в себя весь наш практический опыт использования света в наших проектах. То есть там много фотографий, качественная цифровая фотопечать. То есть ритейлеры могут и эту книжку взять, скачать с сайта. Ну или, встретившись со мной, я ее с удовольствием подарю в печатном виде. Спасибо большое, что вы нашли время к нам прийти. Пожалуйста, вам до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok